Всех приветствую на моем канале, в сегодняшнем видео расскажу про дебетовую карту МТС Деньги Weekend. Приятного просмотра! Итак, давайте рассмотрим ключевые преимущества данной карты. То есть по этим преимуществам данная карта можно даже назвать премиальной, хотя она как такового не является. И давайте поэтапно приступим. То есть по данной карте много категорий с повышенным учрением кэшбэка и при этом кэшбэк начисляется в виде рублей на карту и уплачивается каждую пятницу. Ну то есть за предыдущую неделю, то есть в эту пятницу мы получаем кэшбэк рублями, не бонусами, то есть не нужно там накапливать, думать, что они там сгорят и так далее. Тут все в рублях и повышенных начисления. Так, ну как мы видим на сайте mtsbank.ru, то есть 5% кэшбэка с выплатой каждую пятницу, бесплатное обслуживание карты при выполнении условий, это мы более подробно осмотрим, доход до 7,5% на остаток, то есть именно на накопительном счете в уикенд, то есть когда открывается карта, автоматически открывается накопительный счет, то есть в уикенд, на который можно получить доход на остаток. И бесплатное снятие наличных в любых банкоматах России до 100 тысяч рублей в месяц. Итак, на что же мы получаем повышенное начисление кэшбэка в рублях? То есть не бонусами, а именно в рублях. То есть это у нас кафе и рестораны, то есть такая востребованная категория. Так, 5% онлайн-фильмы и кинотеатры, 5% книги и электронные книги, такси и каршеринг, билеты на мероприятия и 1% на все остальные покупки. Исключение, конечно, есть, но, разумеется, за снятие наличных за переводы вы кэшбэк не получите, но это, разумеется, то есть это все в тарифах условий прописано. Здесь же мы видим огромное количество категорий для получения 5% кэшбэка рублями и 1% на остальные покупки. Также можно рассчитать свой кэшбэк на сайте, есть вот специальные ползунки, то есть это у нас, мы можем выбрать сумму покупок в специальных категориях, ну то есть повышен, да, вот где 5% и указать остальные, это процентные. И можем указать период, за который мы желаем получить расчет, за 1 месяц, за 2 и так далее, то есть за год, допустим, вот видите, сколько, мы видим уже конкретно цифру, то есть сколько кэшбэка за какой промежуток времени мы можем получить. Ну, разумеется, да, карту можно привязать к смартфону, да, с помощью, для платы в одно касание, то есть приложение Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay и многие другие. Удобно мобильное приложение, где можно совершать переводы, платежи и так далее. Ну, рассказывается, как получить карту на официальном сайте, это все понятно. То есть мы рассматриваем сейчас дебютовую карту МТС Деньги Weekend, то есть дебютовая карта означает, что именно карта, на которой вы храните собственные денежные средства. Бывают также и кредитные, но в этом видео речь именно о дебютовой карте. Так, и рассмотрим тарифовые документы. Выпуск карты 299 рублей. По поводу именно обслужения 0 рублей первые 2 месяца, далее 99 рублей или же бесплатное обслужение, если же совершайте покупки на сумму 15 тысяч рублей ежемесячно, то есть такой оборот у вас. Или же можно хранить денежные средства на накопительном счете Weekend от 30 тысяч рублей, то есть ежедневно поддерживать такой остаток. Ну и, соответственно, как уже ранее сказал, накопительный счет Weekend открывается автоматически при получении карты, то есть где вы можете размещать денежные средства собственные, 30 тысяч рублей, не менее, да, вот, допустим, этой суммы, и у вас обслуживание карты будет бесплатно. Ну, то есть, к примеру, в таком случае у вас затрата составит всего 299 рублей, вы будете соблюдать критерии бесплатности, то есть не будете платить за ежемесячное обслуживание, а в дальнейшем перевыпуск карты бесплатный. Далее смотрим снятие наличных бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц любых банкоматах на территории РФ. Если же превышаете эту цифру, тогда комиссия 1% от суммы превышения месяца, то есть имеется до 100 тысяч рублей бесплатно, а все, что свыше, то есть на сумму свыше этой суммы уже комиссия 1%. Так, далее, ну, разумеется, сейчас люди не снимают наличные банкоматах, они расплачиваются, потому что расплачиваться выгоднее, чтобы получать кэшбэк. Так, и по поводу процентов на остаток. Здесь у нас также есть подсказка, есть вопросительный знак, нажав на который мы получаем подробности. То есть, как уже ранее вам сообщил, накопительный счет создается автоматически при оформлении карты. Проценты насчитываются ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня следующего месяца. Проценты насчитываются на накопительный счет, то есть не карты, а именно накопительный счет, который открывается автоматически при неснижаемом остатке на накопительном счете от 10 тысяч рублей. Далее, разумеется, указывается кэшбэк, то есть специальной категории 5%. Здесь указаны MCC-код, то есть MCC-код это Merchant Category Code, то есть именно это четырехзначный международный код, который определяет вид деятельности торговой точки. То есть каждому магазину, где вы совершаете покупки, исходя из вида деятельности, то есть чем они занимаются, присвоен вот такой четырехзначный код. То есть, к меру, вы едете на автобусе, это у нас транспорт, оплачиваете там пятерочки, это у нас продуктовый магазин, супермаркет. То есть у каждого магазина есть четырехзначный код, который присвоен, исходя из того, какой вид деятельности этого магазина. Здесь, соответственно, кафе-рестораны, вот есть MCC-коды, которые соответствуют этой категории, такси-кар-шеринг видим MCC-коды, театральные кассы, кинотеатры, книжные магазины и видеопрокат. То есть, каким образом банк выясняет, понимает повышенное начисление кэшбэка или же обычное, то есть банк сверяет вот этот четырехзначный код по покупке, если он совпадает, то вам начисляется именно 5% кэшбэк рублями. Так, далее смотрим. За все остальные покупки 1%, то есть кроме сибирской исключения, как уже ранее сообщил, услуги МЕДСИ 6%, то есть выплачивается кэшбэк 6% на 1 и 3% на все последующие оплаты, с учетом 1% кэшбэка на все покупки. Также можно ознакомиться детально с тарифами по дебютовой карте, мы видим PDF-файлы, как по МТС Деньги Уикенд, так и по порядку акций кэшбэк в клиниках МЕДСИ. К тарифным планам мы дополнительно еще вернемся, также есть пункт «Часто вопросы», то есть можно не мучиться, там читая тарифы, здесь именно дан ответ на ключевые вопросы, на которые вы желаете получить ответ. То есть где, как оформить карту, все указано. То есть это онлайн на сайте банка, в салонах МТС или офисах МТС банка. Так, то есть, разумеется, карты выпускаются только в российских рублях. Можно также оформить до 5 дополнительных карт. Также вопросы по кэшбэку и так далее. И также по кэшбэку нужно учитывать то, что есть округление до целого значения в меньшую сторону. Ну, сейчас я более подробно об этом расскажу. И так далее. И еще ключевой момент. Информирование по данной карте совершенно бесплатно. То есть у вас уведомления приходят по операциям, карта совершенно бесплатна. То есть, как вы знаете, в большинстве банков услуга информирования о приходных расходных операциях – это услуга платная. То есть там порядка 59-60 рублей, но ориентировочно. То есть это огромная сумма набегает. Здесь же вы получаете бесплатное уведомление по карте. Так, и здесь также на сайте сообщается по поводу именно кэшбэка, да. То есть округление до целого значения. То есть что это означает. То есть это, к меру, вы совершили покупку 153 рубля. И на примере показано, сколько кэшбэка вы можете получить. То есть если это 1% покупка, да, обычная, то получается также 1%, 1,53, но нет. Есть округление до целого значения. То есть поэтому за покупку 1% мы получаем 1 рубль. То есть не 1,53, а 1 рубль. Так как идет, как уже сказал, округление до целого значения в меньшую сторону. Если же это 5%, то есть по повышенной категории, в этом случае мы получаем не 7,65, а именно 7 рублей. То есть это целое значение, как уже ранее сказал. И идет округление в меньшую сторону. То есть во всех изменениях, так же сообщайте на сайте. То есть самое главное найти, так скажем, силы и все это читать. Итак, как уже сказал, то есть также мы разберем детально документ тарифный план. То есть вы можете скачать этот пдр документ, который находится на официальном сайте МТС банка. И здесь вы можете именно ознакомиться с подробными сведениями о деталях. То есть по поводу именно процентов на остаток накопительный счет. То есть к данной карте автоматически опускается накопительный счет, уикенд. И по накопительному счету получаете именно проценты на остаток. То есть мы по тарифу можем увидеть, что на неснижаемый остаток от 10 тысяч до 200. 99, 1999, 1999, вы получаете проценты 7,5% годовых. На остаток свыше 300 тысяч рублей начисляется 5% годовых. На остаток менее 10 тысяч рублей проценты не начисляются. То есть это мы смотрим накопительный счет уикенд. Кэшбэк за покупки. То есть мы сами рассмотрели, то есть повышенный кэшбэк. Кафе, рестораны, онлайн, фильмы и кинотеатры, книги, электронные книги, такси, каршеринг, билеты на мероприятие 5%. У партнеров сервиса МТС кэшбэк до 25%. За остальные покупки 1%. Есть также сноска исключения. Но исключения они разумные, то есть понятные. Здесь понятное дело, что страховая компания, по его фонде за это не начисляется. То есть тут приведен именно список, перечень, за что кэшбэк не начисляется. Ну исключение там, если вы оплатили, к примеру, коммуналку, ТВ, связь. Это не, так скажем, по ним не начисляется кэшбэк. Далее смотрим. Пополнение. Разумеется, можно в терминалах МТС банка пополнить. Бесплатно. Ну, большинство уж пользуется СБП. По системе быстрых платежей можно легко и просто без комиссии пополнить. Так, что мы смотрим. При этом есть особые условия, то есть при пополнении со счета юридического лица. То есть если во многих банках, то есть если это поступление не зарплата, то обычно сразу взымается огромная комиссия. При поступлении со счета ИП, там юридического лица, обычно взымается большая комиссия. Здесь же при пополнении со счета юридического лица до 150 тысяч рублей в месяц бесплатно. То есть не взымается дополнительная комиссия. Если же со счета юридического лица поступила сумма свыше 150 тысяч рублей в месяц, тогда до 5%. Это нужно учитывать. Так, далее смотрим. Как уже сообщил, плата за услугу уведомления от банка бесплатна. То есть вы получаете бесплатное уведомление по карте. Так, по снятию наличных. То есть также упоминается в ратных банкоматах МТС банка до 300 тысяч рублей в месяц. То есть не более 50 тысяч рублей в день. То бесплатно. Так, ну и так далее. То есть здесь все указано в других банкоматах. Так, ну плата за выпуск картам, как мы смотрели, 299 рублей. Вы один раз заплатили за выпуск картой. И далее есть возможность соблюдения критериев бесплатности. Так, далее смотрим. Перевода. Ну да, перевод в основном все выполняют по СБП. Чтобы было без комиссии. Так. И на что обращаю внимание. Так. Ну технический овертрафт здесь упоминается. То есть если, к примеру, вы воспользовались техническим овертрафтом, к примеру. Но обычно такого не возникает. Сейчас все люди пользуются СБП. Но раньше, вот когда больше всего люди пользовались переводом P2P. То есть перевод по номеру карты. С карты на карту. Тогда да, к примеру. Когда возникает технический овертрафт. К примеру. Вы пополнили с карты другого банка. Да, у вас баланс карты увеличился. Вы видите, что баланс карты у вас увеличен. Но средства эти банки еще не получил. То есть они еще не обработаны. К примеру, они могут быть обработаны через 3 дня, 5 дней и так далее. Но за этот промежуток времени, там 3-5 дней. Если, к примеру, вы эти средства потратили. Ну, ваш же баланс увеличился. Соответственно, вы этой суммой можете распоряжаться. Но фактически они, их на счете карты еще нет. И в этом случае, за вот эти дни, пока этих средств на карте нет, возникает технический овертрафт. То есть, получается, технический овертрафт это неразрешенная задуманность. То есть банк вам эти средства не предоставлял распоряжение. Но такая ситуация возникла, так как те средства не были обработаны. В этом случае, из расчета 0,1% в день. То есть, за период возникновения до погашения технического овертрафта. Но обычно сейчас такого не возникает, так как переводы СБП достаточно быстро обрабатываются. То есть, там не нужно ждать, там, 3-5 дней какая-то ситуация с переводом с карт на карту. Так, это я ввел прояснение, так как не все это понимают. Так, и далее смотрим. Есть еще оплата за неактивность счета. Ну, то есть, если вы картой к миру не пользуетесь, то предусмотрена комиссия. Это предусмотрено в большинстве банков. То есть, картой нужно пользоваться. Если, соответственно. Вот. Если же вы не совершали операции в течение 180 дней, то у вас будет взиматься комиссия. Из-за отсутствия операции 600 рублей в месяц. То есть, получили карту, пользуемся. Так, и далее. Дополнительные условия. По окончанию срока действия перевыпуск карты бесплатны. Если же вы досрочно перепускаете до окончания срока действия, в таком случае перевыпуск составит 299 рублей. То есть, аналогичный выпуск, стоимости выпуска карты. И можно выпускать дополнительные карты. Это совершенно бесплатно. Это все здесь в тарифах прописано. Вот такой короткий тарифный сборник. То есть, все указано. По кэшбэку приведены исключения, за которые не насчитается кэшбэк. Итак, время подвести итоги. То есть, что мы получили по данной дебютовой карте. То есть, это огромное количество категорий с повышенным начиснением кэшбэка. То есть, это сравнимо с премиальными продуктами. Как вы знаете, у большинства карт других банков кэшбэк рассчитывается на малое количество операций, повышенное начисление. Либо же из месяца в месяц они меняются. Но обычно предоставляется только несколько категорий. И здесь мы видим достаточно много категорий, по которым начисляется повышенный кэшбэк. То есть, это кэшбэк по отдыху и развлечениям. Поэтому сама карта называется МТС Деньги Уикенд. Но Уикенд переводится в выходные. И исходя из этого и продумана система выплаты кэшбэка. Кэшбэк выплативается рублями. То есть, это еще одно огромное преимущество. Может, и не новшество, но преимущество. То есть, за предыдущую неделю, на этой неделе, пятницу, вы получаете кэшбэк в виде рублей на счет вашей карты. Так, и также отметим, что уведомление по карте предоставляется бесплатно. Бесплатное уведомление. То есть, вы всегда повещены у каждой операции, при этом не переплачивая за эту услугу. И среди преимуществ, можем отметить, что выпуск самой карты достаточно дешевый. И есть критерии бесплатности, которые несложно выполнить для получения бесплатного обслуживания карты. Ну, разумеется, там удобное приложение и так далее. Ну, это, разумеется, это все понятно. Вот такая карта. То есть, такой был обзор. Учитывайте изменения также, которые публикуются на сайте. То есть, важный момент, это всегда читать, ознакомиться с информацией об изменениях. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного видео. Нажимайте на колокольчик. В таком случае, вам будет поступать уведомление о новых видео. Ставьте пальцы вверх. То есть, лайки, они помогают развитию канала, чтобы делать для вас интересные обзоры. Пишите также комментарии. Комментарии также помогают заинтересовать других пользователей и ответить на возникающие вопросы. Хотя, в принципе, на сайте на все вопросы предоставлен ответ. Всем желаю крепкого здоровья. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok